Привет, друзья! С вами Анна Галич. Сегодня покажу, как изготовить тычинки, например, для этого сахарного пиона, а также для любых других цветов. Для работы нам потребуется кондитерский клей. Как его изготовить, есть видео на моем канале. Сахарная пудра, кукурузный крахмал, нитки, желательно потолще, но это зависит от того, какой толщины тычинки вам нужны, также ножницы и линейка. При помощи линейки отмеряю нитку длиной 21 см, отрезаю ее и наматываю много-много слоев. Например, для древовидного пиона может потребоваться порядка 40 тычиночных нитей. На одной длинной нитке будет 3 тычиночных ниточки, то есть примерно 12-13 длинных нитей по 21 см вам нужно. А вообще тычинок много не бывает, поэтому готовьте с запасом. Теперь нужно искупать наши ниточки в клее. Наносите его довольно обильно для того, чтобы после высыхания тычиночные нити были жесткими. Я разделяю каждую ниточку и укладываю ее ровно на любую гладкую поверхность. Это может быть силиконовый коврик или металлический стул или ацетатная пленка. Оставляю сушиться примерно на 30 минут. После сушки аккуратно снимаю нитки с рабочей поверхности, выравниваю их и разрезаю на 3 части, так, чтобы каждая часть была длиной 7 см. Для приготовления смеси мне потребуется чайная ложка клея, чайная ложка кукурузного крахмала и чайная ложка сахарной пудры. Все тщательно перемешиваю и могу окрасить в любой цвет, который мне потребуется, например, в нежно-желтый или черный. Далее беру кондитерский мешок или зип-пакетики размером 5 на 7 сантиметров. Выворачиваю пакетик, отправляю туда смесь, запечатываю пакетик, делаю отверстие размером 1 миллиметр и начинаю отсаживать массу из мешка на тычиночные ниточки. Капельку с одной стороны и капельку с другой. На заранее подготовленную подставку я попросила у сына лего, я переношу тычиночные нити и укладываю их с промежутком примерно 1 см, для того, чтобы головки тычинок не склеивались, а также тычиночная головка должна висеть в воздухе, иначе если она приклеится к поверхности, то тычинка будет испорчена. Это очень кропотливая работа, если бы у меня была возможность пойти в магазин и купить такие тычинки, я бы, конечно, ей воспользовалась. Но у нас тычинки в магазинах не продают, а с Алиэкспресса ждать полтора месяца. К тому же приходит не всегда то, что ожидаешь. Сушите тычинки примерно 30 минут, это зависит от влажности и температуры в вашем помещении, может потребоваться и 2 часа. После сушки я их снимаю и можно сразу использовать. Тычинки получаются крепкие и надежные, они не осыпаются, не мажут. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете об этом способе и поделитесь этим видео с друзьями.